В нынешнем году на выставке «Агрос-2024» наша компания представляет первый отечественный робот для доения коров. Это полностью отечественная разработка, разработанная нашими учеными. Производство у нас находится в городе Бор, это Нижегородская область. Сегодня мы поставляем эти роботы фермерским хозяйством, крупным объединением Российской Федерации. Поставлено практически 50 машин, мы обеспечиваем их гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание. Поставляем запчасти, обеспечиваем обслуживание. Сегодня это полностью российская разработка. Робот позволяет обслужить до 70 голов в сутки. Он значительно дешевле сегодня импортных аналогов, доступнее на рынке. Очень простая в обучении программа, то есть наш собственный софт. Сегодня мы разработали все важнейшие микроконтроллеры, которые отвечают за все технологические операции в роботе. Это за систему входа-выхода, это за систему идентификации животных, за систему процесса доения, мойки и так далее. Мы помогаем нашим фермерам, нашим заказчикам сделать проектную документацию, запроектировать ферму как от самых малых размеров, это семейные типы ферм, от 60 голов и до 1000 и 2000 голов, которые включают в себя уже не один-два робота, а целый комплекс роботизированных машин. Кроме того, мы сегодня предлагаем не только роботы доильные, но и роботы для кормления. И наша стратегия дальнейшая сделать полностью ферму уровня 4.0, полностью роботизированную ферму, где будет предусмотрено роботизированное доение, роботизированное кормление, роботизированная подстилка, навозоудаление. То есть комплекс эту ферму, такие фермы уже в Европе существуют. Мы тоже движемся к этому, я думаю, что скоро мы реализуем такие проекты, уже потенциальные заказчики у нас есть. В производстве сегодня работает порядка уже 50 машин, которые мы запустили, которые мы сопровождаем, обслуживаем, обеспечиваем техническое обслуживание. География очень широкая, это сегодня и Нижегородская область, это Вологда, это Татарстан, это Сахалин, опять-таки, то есть география по всей России, Иркутская область. То есть наше оборудование уже знают, поэтому его работает достаточно много. И с каждым днем, я хочу сказать, что количество заказчиков увеличивается. Сегодня, к сожалению, демографическая ситуация, которая складывается в сельском хозяйстве, она складывается далеко не в лучшую сторону. И количество работников на селе, и специалистов на селе ежегодно уменьшается. Поэтому сегодня будущее, безусловно, за новыми инновационными разработками и за новыми технологиями. Сегодня наше оборудование можно установить как на малых семейных фермерах, благо, так и на больших предприятиях. Благо, что сегодня существует система поддержки таких предприятий государству. То есть есть меры субсидирования, они отличаются в зависимости от региона, составляют от 40 до 90% субсидирования на данное оборудование. Поэтому оно, благодаря таким мерам поддержки, становится более доступным нашим заказчикам. Создание кормовой базы является одним из основных задач для животновода. Это стабильность корма. Стабильность – это качество сохранения и качество создания этого корма. Вот этим мы как раз и пересекаемся. Для понимания, очень большая часть нашей клиентуры – это как раз животноводные птицеводы. И учитывая, что такой важный аспект, как хранение влажного зерна и консервация зерна, животноводство становится очень интересным с точки зрения технологии, которой мы как раз и владеем и продвигаем. Мы сейчас продвигаем технологию консервации зерна, тоже кукурузы, которая является очень основной кормовой культурой для многих животноводных птицеводов. И кукурузу в состоянии хранить без плющения склаженностью 40-45% через биоконсервацию. Есть технология, которой пользуется технология Мурска, которая полагает закладывание зерна кукурузы через плющение во время уборки с одновременной консервацией. И эта технология интересна, потому что позволяет получать разрушение клетчатки и создание влажных кормов. Но узкое место – это пропускная способность системы, которая предполагает в период пика уборки снижать производительность, потому что пропускная способность оборудования существенно ниже пропускной способности комбайера. Мы эту технологию переделали по-другому. Мы организовали свою систему консервации на базе серийной выпускаемой зерноупаковочной машины. И мы консервацию проводим через подачу консерванта цельное зерно. И за счет этого мы получаем очень высокую, многократно выше пропускную способность по сравнению с Мурской. Мы сохраняем корма при очень низкой себестоимости сохранения, потому что мы сохраняем с помощью биоконсервантов, а не химический консервант. Это на порядок ниже затратная часть. А вот доведение до кондиции для кормления, например, то же самое, прирушение, происходит непосредственно уже перед скармливанием. А это уже другая пропускная способность и другие инвестиционные потребности, на что можно поставить машину многократно меньше и по пропускной способности и получать тот результат, который нужен. Очень много ресурсов теряются на логистике. Мы первоначально видели только логистику уборки, потом оказалось, что к логистике уборки очень тесно присоединяется логистику хранения зерна. Она же затрагивает за собой логистику продажи, то есть формирование товарных партий для отгрузки. Здесь у нас появилась необходимость отслеживания качества в этих же рукавах и использования системы миксования зерна для того, чтобы получать то качество, за которое рынок готов платить большую цену, используя исходные компоненты. Та же самая наша техника используется для скоростной загрузки пассивных комплексов или для скоростной загрузки разбрасывателя удобрения. Все в комплексе дает аккумуляторный эффект. Далее, мы привезли на наш стенд, что мы активно сейчас продаем в мире. Наши матрас, водительный матрас, который называется Аквастар, а тоже наше покрытие, на поле, который называется Мажелан. Это покрытие, где внутри есть канавки. Эти канавки, которые позволяют собирать все жидкости и все камени, которые бывают в коровнике. Это позволяет фермеру гораздо уменьшать все типы болезней, которые связаны с копитами. Вот дерматиты, все эти яски, которые... Он может уменьшать до 70% затраты ветеринара благодаря этому систему. И для матраса, матрас мы уже продаем больше чем 10 лет в России. А у нас Аквастар, но у нас тоже Байкал. Байкал это тоже водительный матрас. Как Аквастар, только мы добавляем под индивидуальные камеры, системы мембраны с трубами, которые внутри отправляют вода, свежие вода постоянно. И получается, что этот Байкал, этот матрас, это реально как системы климатизации работает. Если у вас температура, как на юге или как в Сибири, иногда 30-40 градусов, тогда мы можем предлагать Байкал. И Байкал, есть системы церковной воде, который постоянно холодный, ну, вежный, свежий вода, и который позволяет получать поверности всегда на температуру, идеальной температуры, чтобы не было тепловый стресс. Потому что ирригация, это хорошо работает, в принципе, но есть один маленький проблем, это когда ирригация есть, есть много воды везде, и это создает другой тип проблем, как болезни, особенно болезнь, которая с копитами. Но если у вас Байкал, вода остается в кровати, потому что в Италии Воложни и коровы, это гораздо лучше, чем ирригация. Субтитры создавал DimaTorz и реализации больших проектов, с точки зрения зоотехника. Мы работаем, скажем, с украинцами русской компании, уже давно, и мы находимся на Агрос-экспо, до 2015-2016. В первом случае, мы занимаемся, как ирри, мы используем, как ирри, мы используем ручки 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 ручки, которая, в основном используется, с большими трех обработчиками, после того, что мы настройки технологии Афимик, и работаем также, если мы смотрим, с бетчмиликами ручки ручки ручки, в котором мы используем ручки ручки, и с этим мы называем, что, в том числе, ручки 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 ручки. Ручки 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 ручки, они выходят в том, что мы уходим от человеческого фактора значит на сегодняшний день очень большие проблемы с персоналом то есть очень проблема с дойерами большая очень стоит в россии соответственно эта технология именно на это и нацелена заменить оператора машинного давения значит данная ферма управляется одному одним двумя людьми и корова заходит отдаилась индивидуально выходит соответственно уходит к себе на место это она может доиться три раза два раза то есть это вот именно вот такая технология но данная компания производит доильные залы допустим карусели от 20 до 110 мест значит параллели вот два по 8 и два по 40 на на данной технологии карусель которая здесь представлена их одевает оператор на той технологии которую показывали бачмелкин которая на ней это робот все автоматизировано автоматически подвыгает вы меня автоматически одевается также автоматически все снимается и обрабатывается вы мы представители по россии данной компании мы видим в эту перспективу соответственно многие компании из рынка ушли но компания тдм выбрала для себя скажем правильную позицию они в отличие от многих других поставляет мы все привозим напрямую без всяких третьих франк на прекрасную выставку раз мы приехали с намерением показать все лучшее что у нас есть то есть эта продукция по животноводству в первую очередь это препараты серии зоостим видно здесь эко сан и компост это все нужно чисто для животноводческой продукции препарат за steam это пробиотик для рубца для кишечника это полезно и и маленьким теляткам и взрослым животным препарат эко сан делает санацию в помещениях ну и само собой биологическую защиту убирает запах в основном мы конечно работаем по растеневодству у нас препараты для разложения поздних водных остатков это три нивы него а него б него gp для разуплотнения почвенной подошвы и него наутил ну чисто для наутильных для санации наутильных посевов стандарт зерно стандарт подсолнечник стандарт кукуруза стандарт свекла соя все что с названием стандарт делает очень хороший препарат увеличивает листовую поверхность увеличивает завязь увеличивает количество завязи ну и само собой количество зерновки полноценность зерна действует очень хорошо по зерновым на качество зерна и на количество повышают урожайность более пяти лет уже на этой выставке выступаем предлагаем семяную кукурузу то есть для различных целей как на зерно так и на силу изначально спрашиваем конкретные задачи перед нам сельскостар производитель ставит и мы уже подбираем гибриды кукурузы в разные фау разные климатические зоны как бы полностью сопровождаем клиента в том году зарегистрировал снова гибрид это фиолетовая кукуруза розолинда это уже для птицефабрик то есть это фиолетовое зерно которое при скармливании курица когда начинает потреблять желток становится как деревенское яйцо то есть уже не надо добавлять не краситель это это натуральный грубо говоря краситель каротин который содержится в зерне это вот новинка этого года уже в реестре российской федерации можно уже приобретать этот гибрид два года назад мы начали пробовать завозить родительские формы кукурузы в россию первый гибрид был гс-370 попробовали вырастить совместно золотым початком то есть полностью под ключ в этом году мы увидели результат то есть очень высокое качество семян отобрали образцы отправили в венгрию посмотрели действительно очень высокая чистота как на уровне венгрии соответственно в этом году мы завезли родительские формы гибрид дорка мгт самый популярный гибрид в россии самый продаваемый гибрид и произвели его порядка уже 30 тысяч пассивных единиц которые сейчас уже есть в россии можно приобрести то есть и качество на европейском уровне мы постоянно посещаем данную выставку и не только эту выставку наша компания занимается поставкой исходя из оборудования от европейских производителей в частности сегодня мы представляем плуг оборотной чешской компании опалагри а также сейлку пропашную итальянской фирмы сходжи как бы там ни было но все заводы производители хотят остаться на рынке применяйте возможные моменты которые только у них есть делают какие-то дополнительные скидки или какие-то дополнительные условия по финансированию но никто не хочет уходить с рынка потому что всем надо работать мы находимся в беларуси и сами являемся производителем бира крупнорогатого скота и также ректальных успокоительных зондов борька ну бирки вы можете сами посмотреть качество хорошее отличное делаем с 96 года выставки агрос принимаем участие не по моему же 1 3 наверно мы выставляемся ну по биркам вроде все ясно ректальный зонд успокоитель действует путем переменного тока от 3 до 15 вольт абсолютно безопасен он обездвиживает крупнорогатого скот ну то есть корову бычок тель тёлка для подрезки копыт дойки семенения там ну любые эти переменным током действует обездвиживает животного не наносит никакой вред абсолютно класс защиты ip67 то есть абсолютно можно мыть здесь имеется шкала индикаторная управляем током больше меньше занимаемся производством овощей овощей в частности основной продукт это картофель морковь свекла небольших количествах используем также зерновые очень много зерновых немного зерновых а группы разные это пшеница овес ячмень также стоя краснодарской селекции нынче вот второй год выращивали попробовали ее очень понравилось компании сока и занимаемся еще производством люцерны на гранулы для кормления скажем на птиц фабрику для курни сушек обычно мы на выставках присутствуем выставки это у нас проходит там сибирь и новосибирске большая выставка ежегодно и наши региональные там в основном техника а сами вот эти технологии да скажем руководств или не знаю как это вот ну маленько другой формат это для меня впервые на такой выставке и очень впечатляет ну скажем выставка это дала очень много раскрыла наверно вопросов которые у меня были вопросы по выращиванию там примеру десекаться от картофеля очень сильно такая больная тема скажем да оказывается вопрос уже решен и скажем на этой выставке поделились уже компании как можно решить этот но не решить а шагнуть дальше скажем потому что нас сибири очень мало скажем теплых дней и картофель нужно убрать короткий срок и прекратить вовремя вегетацию остановить это же как бы подобрать дни время и по сортам картофеля сейчас еще открыл для себя новый сорт картофеля скажем так в компании попробовал на вкусовые качества но очень было скажем так познательно а